Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу, которая называется Тазрия. Вчера мы разобрали, сколько дней женщина не может ходить в храм, сколько дней не может спать с мужем и так далее. Но теперь Тора говорит, когда исполнятся ее дни, то есть или 40 дней после рождения мальчика, или 80 дней после рождения девочки, то она обязана принести жертву грехочистительную, жертву всесожжения. Написано, что ягненка приносит жертву всесожжения и голубя или горлицу дикого голубя в жертву грехочистительную. Когда это приносится, если мальчик родился, 40 дней полностью должны пройти, и уже на 41 день она обязана приносить эту жертву. Если же она не принесла 41 день, то можно принести ее позже, и после этого она может заходить уже в храм и есть от священных приношений жертв. если эта девочка, естественно, 81 день наступает, она приносит эту жертву, и тогда она может уже ездить в священную и ходить на территорию храма. Написано, если у нее не хватит денег на ягненка, то она принесет тогда из голубей также и в жертву сожжения голубей и жертву грехочистительного тоже. Мы вспомним, чем отличается приношение голубей в жертву грехочистительную и в жертву сожжения. В случае жертвы всесожжения Коин отсекает ногтем голову голубя, выцеживает кровь на жертвенник и надрывает ее крыльях, жертва сжигается, в общем, так приносится жертва всесожжения, только зобни с перьями вырываются и выбрасываются вместо выброса пепла, голубь сжигается. В случае жертвы грехочистительной мы читаем, что голубь также приносится, только ногтем Коин надсекает горло, но полностью голову не отрывает и он еще окропляет кровью жертвенник, не просто выцеживает, как в случае жертвы всесожжения, а окропляет. После этого оставшуюся кровь выцеживает на жертвенник, и птица тоже сжигается. Никто ее не ест, как в случае, если это животное, кое она обязана есть. В данном случае нет. Вот такой у нас есть закон. почему эта женщина, которая родила, вдруг обязана приносить жертву. Она ничего не совершила, никакого нарушения нет, она родила нормально, она не то, что родила что-то, в этом какой-то нет. Но наши мудрицы говорят, очевидно, что женщина во время родов, она кричит, ей больно, и она говорит, я больше не буду вступать с мужем связь, и не буду больше рожать, в общем-то, из-за этих болей, и так она такое говорит, а потом проходит время, и все начинается сначала, то она должна принести вот эти жертвы, жертву всесожжения, и жертву греха очистительной. На сегодня наш урок заканчивается, урок был дан за поднятие туши Яков Меннахум, Владимир Бен Григорий, Павел Бен Ефим, Хаймалка Бат-Йосиф, Мир Абат-Аврагам, памяти Ури Бен-Харитон, Мендель За здоровье Светлана Бат-Клара, Гитл Бат-Мирьям, Борис Бен-Мария, Анна Бат-Ривка, Полина Перв, Бат-Соня Сура, Лена Бат-Клара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Евгений Бен-Софья, Двойра Бат-Мирьям, Моисей Бен-Ева, Ирина Бат-Двойра, Йосиф Бен-Раиса, Инесса Бат-Маэль, Евгений Бен-Берта, Евгения Бат-Ита, Ицхашимон Бен-Бейломотал, Фира Бат-Ана, Гитл Бат-Мирьям, За хороший дух Арон Арье Бен-Двойра, Денис Бен-Нахум, Абигаль Бат-Сар. Естественно, все наши уроки идут для того, чтобы Всевышний пожалел нас, была законченная и страшная война, которая сейчас идет в мире. Все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем все самого наилучшего, до следующих встреч.